К вам приходят, как обычно, к жильцу, набирают квартиру, нажимая «Открысок», вы по видеокамере, вам приходит звонок на смартфон, и вы можете посмотреть, кто к вам пришел, когда пришел и во сколько. Вы можете открыть дверь, можете ее не открывать. С умным домофоном открывать дверь гостям можно не вставая с дивана, с помощью специального приложения, которое скачивается на любой смартфон. А еще с такой системой можно забыть о магнитных ключах. Она распознает лица постоянных жителей и сама открывает им двери. Встретить видеодомофоны сегодня можно даже в Березняках. Их постепенно внедряют в новых домах в правобережье. А такие умные тепло- и водосчетчики установлены уже практически во всех детских садах и школах нашего города. В чем их преимущество? С ними больше не нужно передавать показания самостоятельно. Все данные уходят в личный кабинет. Он выглядит вот так. И оттуда уже уходит в ресурсоснабжающую организацию. Благодаря финансовой поддержке Ростелекома Березняки стали первым городом в крае, где внедрили такие счетчики. Высокие технологии уже позволяют экономить на тепло и водоснабжении больше 20 миллионов рублей ежегодно. Значительно меньшее количество денег в городе стало уходить и на освещение улиц. Умные LED-лампы, установленные в Любимове, тратят энергии вдвое меньше. Фонарь понимает, что стало темнее. Нужно добавлять свет. Он это делает. И передает все данные в систему. То есть оперативная информация буквально за пару секунд появляется в программном обеспечении. Светильники дистанционно управляются. Как одной штукой, так и группой светильников управляют наши диспетчера. Пока что таких светильников около 300. Но, по словам главы города, в этом году их начнут устанавливать повсеместно. Причем не только на Левом берегу, но и в Усольском районе. Кроме того, до конца года в Березниках дополнительно установят 19 камер видеонаблюдения. 80 уже появились в общественных местах города. Картинку с них в режиме онлайн мониторят в ЕДДС. Город переходит на путь умного развития. Он начинает по-другому управляться. Там начинают по-другому быть ориентиры в принятии управленческих решений. На самом деле, уже достаточно давно отдельные проекты внедрялись. Здесь сейчас рассматривается вопрос именно комплексной реализации взаимосвязи этих проектов. Именно за этим в Екатеринбург и приехали десятки глав уральских городов. В том числе и Сергей Дьяков. На деловой встрече мэра Березняков в числе спикеров на сцене. Глава делился опытом с новичками программы, а заодно черпал идеи у более крупных городов. Здесь несколько интересных решений. Московские решения, например, они сводят в единую систему все направления, которые можно отследить. То есть, по большому счету, то, что мы думаем, что у нас ЕДДС будет единым центром учета и чрезвычайных ситуаций обращений города и транспорта, и видеонаблюдения безопасности, примерно то же самое. Но они, конечно, без сомнения, очень далеко впереди. У Москвы есть по чему получиться. Они пилоты. Они много уже что прошли, и мы, идя за ними, уже не совершим тех ошибок. Кстати, на пленарном заседании была высказана интересная идея. Чтобы умными были не только новостройки, но и дома с советских времен, в программу формирования комфортной городской среды предложили внести строчку установка видеодомофона. Цифровые технологии от каких-то таких абстрактных вещей превратились в реальность, которая меняет жизнь вокруг нас. Думаю, что каждый город, наверное, станет недалеком, будучи именно таким. По крайней мере, мы в Ростелекоме об этом мечтаем и к этому движемся. Анастасия Лакман, Степан Некрасов. Новости Верхниками.